В Сочи определены 73 улицы из зон гостеприимства. За их санитарное состояние отвечают главы районов. В целом же объем оформления городской среды превысит объемы Кубка Конфедерации на треть. Создана в эти дни рабочая группа, которая мониторит готовность объектов доступности для маломобильных граждан. Также в городе готовятся полторы тысячи волонтеров. Работать они будут в том числе на фестивале болельщиков, который с 14 июня по 15 июля пройдет на площади Южного Мола. Помимо трансляции матча чемпионата, там предусмотрена концертная программа с участием ведущих мировых и отечественных звезд эстрады. План действий определен и непосредственно в Олимпийском парке. И в первую очередь это вопрос транспортного обеспечения. У нас также будет определена буферная зона, так называемая. И каждый болельщик, который будет по направлению на выход со стадиона, сможет на экранах прямо в Олимпийском парке видеть расписание автобусов, расписание поездов, расписание самолетов. Задействовано только на Чемпионат мира 255 автобусов. Электрические будут увеличиваться ровно так же, как на Кубок конфедерации, что позволит нам 8 тысяч человек в час перевозить. Что касается схемы движения по городским улицам, то она полностью меняется. И в первую очередь в районе Южного Мола и Олимпийского парка. С 10 июня по 17 июля будут полностью перекрыты улицы Войково, Кооперативная, Москвина. Орджоникидзе будет работать в двустороннем режиме. Полная схема будет размещена 15 марта на сайте администрации города и информационных табло. Нововведения произойдут и в школьной программе. Как известно, готовятся к матчам Мундиаля. В Сочи будут сборные Бразилии и Польши. В связи с этим отрасли образования, а также управлению культуры, поручено провести ряд мероприятий, направленных на изучение культуры и традиций этих стран. Комплексный план выполняется в срок, отмечают власти курорта. Но, тем не менее, отмечает мэр, надо быть готовыми к пристальному вниманию, в том числе иностранных журналистов и общественников, настроенных увидеть недостатки. В связи с этим особое внимание, в том числе, следует уделить вопросу безнадзорных животных. Сегодня это одна из часто поднимаемых тем. У наших зоозащитников, да и в общественности складывается неправильное мнение. Схема понятная. У нас договора. То, что по закону у нас положено. А по закону у нас положено отлов, содержание. Все. И повторяю, работа должна быть открытой, гласной. Пусть люди видят, что мы с животными обращаемся совершенно по закону. По закону. Никаких отстрелов не было и никогда. И не может быть. Это просто дурь какая-то. Никаких там травлений тоже быть не может. Это нам не надо. И, конечно, четвертый питомник надо открыть. Но через 10 дней я приеду, чтобы питомник был открыт. Понятно это? Также на планерке озвучили результаты работы по заключению договоров с САХом и вновь созданным муниципальным предприятием «Чистый город». Благодаря таким договорам бесхозный мусор на улицах курорта должен исчезнуть. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Сверхомочек.